Всем привет, на связи IT-District и в сегодняшнем видео мы с вами начинаем рассматривать язык Kotlin, рассматривать и разбирать. Смотрите, значит, любой язык программирования заключается в том, чтобы взять откуда-то какую-либо информацию и что-то с ней сделать. Вся информация в программировании хранится в переменных. То есть представьте себе, что ваша программа или приложение состоит из множества различных ячеек. Их очень много. И каждая ячейка это как бы место в памяти. И эта ячейка и доступ к этой ячейке представлен в вашей программе через некоторую переменную, которая является как бы ссылкой на эту ячейку, в которой хранится информация, которую нужно получать из этой ячейки. В языке Kotlin существует два вида переменных. Это where и well. Давайте я вам сейчас покажу все. То есть в методе он create, то есть, ну а в этом методе он create и о классах мы будем говорить позже. Это сейчас не столько важно. Значит, вам нужно, значит, для того, чтобы создать переменную в Kotlin, вам нужно сначала объявить ее вид. Начнем с вида where. Он вводится вот так where. Этот вид означает, что неважно, какое значение вы присвоите данной переменной, это значение может быть изменено впоследствии сколько угодно раз. То есть переменная where, это та переменная, которую можно менять сколько угодно раз. Смотрите, вы вводите вид переменной where, далее вводите название переменной, например, ну, например, name, то есть имя, да. Далее вам все, что нужно сделать, это присвоить данной переменной значение. Для этого нам нужно ввести оператор присваивания, это равно, знак равно, и положить значение. Вы можете положить значение в виде текста. Если мы кладем значение в виде текста, то указываем его в кавычках, например, Alex. Также вы можете положить значение, допустим, тот же, тот же вид переменной where и, например, age, возраст, да. Вы кладете сюда, допустим, цифру 35. Все видите, так же все работает. Но, если вы захотите потом в переменную name ввести не текст, а какое-то число, в переменную age ввести число на текст one. Видите, выходит ошибка. Давайте наведем и посмотрим. Среда разработки показывает, что ошибка string требуется тип int. Сейчас мы об этих типах и поговорим. Существует несколько типов в языке программирования Kotlin. Это string, это строка, то есть текст. Int, это один из подтипов, который обозначает число, их множество этих типов. Int, long, там, в общем, их очень много. Все таблицы, со всеми типами переменных из языка Kotlin, вы сможете посмотреть в инструкции, которая будет прикреплена в описании к этому видео. То есть, как вы понимаете, мы не можем просто так положить в объявленную переменную, у которой уже было какое-то значение, положить значение другого типа. То есть, если мы объявляли, если мы уже в объявленную переменную сначала положили текст, то мы не можем переопределить ее значение на численный тип, на значение из численного типа. То есть, если у нас был текст, мы не можем присвоить ее число. Для того, чтобы менять типы, используется специальный оператор. Но об этом мы будем говорить чуть позже, когда будем разбирать всех операторов. Итак, вот это я вам показал упрощенный формат создания переменных. На самом-то деле, суть вот этой записи в том, что эта переменная автоматически принимает тип того значения, в которое мы его закладываем. То есть, сюда мы положили текст, она автоматически стала строчным типом переменной. То есть, имеет тип string. Так как здесь сюда мы положили число, эта переменная принимает в себя числовой тип переменной. То есть, допустим, int. Также можно более явно указать тип переменной, когда мы объявляем. Например, переменная where city. Для того, чтобы указать тип переменной, ставим двоеточие и указываем тип переменной, допустим, string. Оператор присваивания и в кавычках, допустим, new york. Пожалуйста. Так, далее, следующий момент такой. В общем, если вы хотите хранить, сейчас я удалю все это. Далее, также, если вы хотите создать переменную, но не присваивать ей никакого значения, то есть, мы удаляем, убираем вот так вот все это. Давайте здесь укажем явный тип string. То у вас будет вот такая запись. Но если вы захотите с ней, с этой переменной что-то сделать, то нужно ей присвоить нулевое значение. Для этого мы ставим вопросительный знак оператора присваивания и указываем значение нул, то есть, здесь нулевое значение у этой переменной. Это очень важно, потому что если вы ничего не присвоите, захотите с ней что-то сделать, то у вас выйдет ошибка. Поэтому этой переменной нужно придать нулевое значение. Это все, что касается переменной var. Теперь переменная well. Переменная well это константа. Что это значит? В том, что в эту переменную можно единожды просто положить значение, но впоследствии это значение не может быть изменено. Смотрите, well age возраст, допустим, int 25. Допустим, дальше мы захотим изменить значение age. Допустим, 36. Видите? Что происходит? У нас переменная подчеркивается красным цветом, что означает о том, что выходит ошибка. Ошибка связана с тем, что мы не можем менять значение для переменной well. То же самое делаем для переменной war. War, year, got. Также все то же самое, тип int 2020. А потом, если мы захотим поменять значение переменной, пожалуйста. У нас ошибка никакая не выходит. У нас все отлично работает. Еще такая вещь. Допустим, если вы захотите вывести текст с переменной с какой-то, то есть, допустим, у вас вы вызовете функцию print, то есть, распечатываем, то есть, печать какой-то информации, да, и, допустим, укажете здесь текст какой-то, неважно какой-то текст, да, и захотите вы вывести значение переменной 2021.ir, допустим, да, вам нужно вывести саму переменную, чтобы отобразилось значение. Допустим, в языке лжава нам нужно было для этого ставить значок знак плюс и уже там потом указывать название переменной. В Kotlin все гораздо проще. Вам нужно поставить знак доллара и ввести название переменной. И тогда у нас выйдет вот такой текст и 2021 выйдет. То есть, мы указываем значение переменной через указание знака доллара и название самой переменной. Но это так, об этом мы еще будем говорить. Это все, что нужно вам сейчас знать о переменах. Теперь давайте посмотрим, как это все реализуется при разработке Android приложения. Итак, смотрите, у нас, значит, в XML шаблоне имеется вот такой виджет TextView, но мы удалим его. Мы используем пакет AndroidX, для этого мы, поэтому мы будем использовать для отображения текста виджет AppCompate TextView. Ставим такой знак открывающего тетега, вводим TextView. Вот он нам подсказывает, вот AppCompate TextView. Выбираем его, ставим во всю ширину, по ширине и также на весь экран, то есть по ширине и по высоте на весь экран. Ставим, как бы, такой слэш закрывающий. Это значит о том, что у нас такой будет виджет, он ничего себе включать, внутри себя ничего включать не будет. Далее, мы должны с вами предстоит ему индивидуальный идентификатор. Этот ID-шник нужен для того, чтобы связать объект из класса Kotlin, в котором мы будем прописывать код функционала для нашего виджета из XML шаблона. То есть здесь мы будем прописывать все действия, которые будет программа воспроизводить, то есть приложение будет происходить с нашим текстовым виджетом. И для связки, для этого, для того, чтобы как бы применить какие-то действия к нашему виджету, мы должны под него создать объект в этом классе. А объект мы должны связать с этим же виджетом, но в XML шаблоне. И эта связка происходит через атрибут ID, индивидуальный идентификатор. Для этого здесь мы вводим Android, подключаем ключевое слово Android, вводим название атрибута ID, вводим, так как мы первый раз, так как мы создаем ID-шник, мы должны ввести вот здесь собака плюс ID, ставим слэш и вводим какое-либо название, допустим, текст. Теперь переходим в Kotlin класс. Внутри метода onCreate, внутри того метода, который наполняет наш экран, наш экран, то есть наш activity в верстке, из XML шаблона, создаем переменную wow. То есть, что это значит? О том, что мы для инициализации text.view можно использовать константу, то есть переменную, в которую больше не будем класть никакого другого значения. Действительно, нам эта переменная подходит, потому что нам единожды нужно инициализировать этот виджет text.view. Больше мы никакую инициализацию с этим text.view другую не будем делать. То есть, нам один раз нужно связать этот объект с XML шаблоном. Поэтому мы других значений никаких больше не будем присваивать, и поэтому нам подходит переменная well. Тип переменной well. Дальше вводим название, допустим, text. указываем тип переменной app.pay.text.view То есть, указываем название виджета нашего, да, text.view Ставим оператор, указываем оператор присваивания. Используем функцию findView.bid. Эта функция позволяет связать объект с виджетами из XML шаблона, то есть, эта функция позволяет инициализировать наш объект. Мы обращаемся к ресурсу, ставим букву R. Что такое ресурсы? Ресурсы в Android приложении это папка, в которой хранятся ваши шаблоны, ваши изображения, даже меню будет лежать, различные графические аудиофайлы. В общем, об этом мы еще будем говорить. Ставим точку, выбираем ID, так как мы по ID связываемся, ставим точку, и нам нужно использовать ID, то есть, вот этот текст, который мы указали у этого виджета. Ставим текст, и, пожалуйста, мы проинициализировали наш объект, и теперь с ним можно делать все, что угодно. Например, можно записать в него какой-то текст, то есть, указать его не в шаблоне, а именно здесь указать, в качестве кода, а указать его программно. Допустим, мы обращаемся к названию, по названию нашего объекта, текст, да, и, допустим, мы хотим записать текст туда какой-то, берем, вводим текст, и, допустим, там, какой-то там, и вот так записывается текст. Ну, вообще так не надо сделать, но это вам для примера, то, что теперь показываю. И смотрите, я хотел вам для примера показать, что с нашим объектом теперь можно делать все, что угодно. И смотрите, видите, текст сразу окрасился в яркий цвет названия нашего объекта, потому что мы с ним начали что-то делать. Если мы удалим этот код, он снова станет серым, так как данный объект еще не используется. В общем, именно вот так используется создание переменных из языка Kotlin в целях разработки Android-приложения. То есть по большей своей роли все виджеты в Android-приложении, будь то кнопка, текстовые, там даже, ну, может, какая-то навигационная панель, это по сути объекты. А объекты это, по сути, переменные. О том, как создавать и инициализировать переменные, я рассказал вам в нашем сегодняшнем уроке. На сегодня у меня все. До встречи на следующем уроке.